На этот раз Юлия Михалюк уезжает на полтора года по святым местам России. В планах посетить Нилову пустынь, Валдай, Псков, Санкт-Петербург, Тюмень, Омск, Бурятию и так до самого Владивостока. По подсчетам путешественницы, путь составит более 16 тысяч километров. Шесть месяцев я хочу потрудиться во славу Божию, поскольку посвящаю я вроде бы святым местам, но как получается, вечером приехала, утром уехала. Ну, никакой пользы и смысла я не вижу от этого путешествия, поэтому решила перезимовать, какую-то лепту внести, что-то сделать во славу Божию. Весной 2014 года Юлия Ивановна вновь отправится в путь, но уже по югу России. Каждый день во время путешествий пенсионерка проезжает не менее 100 километров. У нее есть свои ритуалы и традиции. Утром она завтракает шоколадом, в рюкзаке всегда есть палатка, но ночует путешественница в спальном мешке под открытым небом. Как признается Юлия Михайлюк, самое главное – это хорошие люди и чудеса, которые происходят по дороге. Однажды она осталась без еды, и купить ее в округе было негде. И вдруг она нашла авоську с тремя буханками черного хлеба. Одну буханку она съела, а две оставила. Решила, может, еще кому они помогут. С Сахалина возвращалась. Старые ботинки, в которых я отсюда выезжала, прохудились. Я их выбросила давно, а назад, возвращаясь в октябре, в ноябре, уже так холодно, мечтаю о теплой обуви. Кроссовки не помогают, шестяные носки и бахилы какие-то одеваю. Нет, мечтаю о сапогах. Я нахожу сапоги, стоят на обочине, ждут меня. Вокруг за десятки километров населенных пунктов нет. И вокруг сапог нет, даже следов никаких, ни спичечки, ни коробка. Большую часть времени в году пенсионерка проводит, как все, дома, с семьей. У нее муж, два сына и внуки. Но с наступлением тепла ее неудержимо, тянет в дорогу. Никогда она не брала с собой компаньонов. Говорит, одной легче, прежде всего морально. На плечи ложится огромная ответственность за того, кто рядом, потому что дорога бывает очень трудной. Вдохновляют мои родные, муж и двое сыновей, две невестки, внуки, которые очень меня поддерживают, единомышленники мои. Я счастлива, довольна, что препятствий никаких нет. На полтора года уезжаю. Даже никто против слова не сказал. Во время путешествий Юлия Ивановна ведет путевые заметки и много фотографирует. О том, чтобы написать книгу, она пока не задумывалась. По признанию пенсионерки, после каждого путешествия она возвращается исхудавшая, уставшая, но такая гордая и счастливая. Таких, как Юлия Ивановна, многие считают чудаками, но ведь без них этот мир был бы скучным и серым.